добрый день добрый день дорогие друзья сегодня 22 тому за 21 июля мы продолжаем изучать тору конкретно на платформе ваикра ваикра и возвал как всевышний вызывает каждому из нас максим и шалом значит сегодня мы продолжаем изучать книгу о йом-йом и вот нам сообщается сегодня очень важная идея которую опять же вот так интересно сейчас я ее расскажу и расскажу почему она очень важная да из города сан-рема давид кост очень интересно как там у вас сан-рема я кстати вот хочу в италию поехать может быть летом даже приеду сан-рема не знаю в какой части италии этот город песню помню какой-то вечер сан-рема который нас погода не балует хорошо значит рэбэ шалом дофбэр это какой я так не могу никак запомнить какие не по порядку 5 любая части рэбэ рэбэ шалом дофбэр его звали шалом это совершенство шалом мир может быть до дофбэр это медведь медведь в квадрате очень интересно если на русском вот я представлялся вы здравствуйте как вас зовут меня зовут мир медведь 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 медведевич да это было очень смешно и вот рэбэ шалом дофбэр сказал хасидское слово проясняет голову и очищает сердце добрая хасидская традиция наполняет дом светом хасидский нигун это мелодия хасидский мелодия нигу ним это мелодии без слов которые они поют и они как-то запрограммированы на поднятие души на духовный рост это нигу ним называется хасидский нигун укрепляет надежду и уверенность во всевышнем приносит радость и переносит дом его жильцов в поток света о видите значит здесь очень интересно очень интересная идея значит а вот есть хасидское слово проясняет голову очищает сердце слова вот мы разговариваем например да разговариваем шалом благословение мира здоровья всем да вот это можно назвать эти слова тоже хасид хасид это тот кто служит всевышнему вкладывая туда сердце вот прямо от сердца значит и вот один человек другому говорит хасидские какие-то слова но слова в жизни у человека они занимают важнейшую роль него невероятно важную роль все что происходит человеком это следствие его слов его разговора с собой внутренний диалог вот внутренний диалог значит внутренние вопросы что мне делать как мне быть куда пойти куда поддаться да как там как мне сегодня там всевышний помоги мне слова слова это можно сказать как сказать наполнение основное можно сказать наполнение мира человека да его его головы его мира его диалог с собой диалог с другими описание мира интерпретация ситуации выраженные в словах сформулированные цели мечты обиды в возмущение критика и так далее все это слова и каждые слова они дают эмоцию поэтому здесь написано что именно хасидское слово она проясняет голову и очищает сердце то есть если вы следите за своими словами не говорите злоязычие сплетни негативные слова негативное описание наоборот используйте слова брат благодарности радости и так далее то у вас очищается разум и очищается сердце у вас у нас у значит там но интересно как как удивительно работает голова я говорю у вас у нас а внутри всплывает за нас за вас за северный кавказ а какой северный кавказ я вообще какое отношение мимо к северному кавказу никакого но голова в том-то все и дело что она наполнена уже словами выражениями из прошлого и вот когда мы изучаем тору тот мы наполняем голову получается позитивными словами которые очищают разум и очищают сердце да дальше он продолжает но слова это не все добрая хасидская традиция наполняет дом светом но а как взаимодействует а вокруг дом есть вот вот сейчас например что дальше то делать хасидская традиция имеется ввиду уклад жизни у каждого человека есть его какой-то привычный уклад жизни который складывается у него складывается у него да привычный уклад жизни от того как он встает там делает он зарядку не делает что он делает как он делает это все уклад жизни если у него этот уклад жизни он берет хасидскую традицию а там все все прописано проснулся оделся сказал когда одеваешься даже да можно назвать это традицией тоже что в шелхонорахе описан процесс одевания и и когда ты одеваешься то например одевать надо правый ботинок в начале потом левый но зашнуровывать надо вначале левый а потом правый потом дальше если ты дотронулся до ботинков то ты должен помыть руки обязательно теперь дальше а нельзя снимать две одежды сразу там ну в общем все 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 расписано в эту традицию и она эта традиция наполняет дом светом интересно я щас вспомнил насчет традиции был такой великий мудрец ра 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 оербах его звали да хайм хайм как-то длинное имя оербах его была фамилия и он вот я буквально слышал недавно он когда приходил домой может было 70 лет он он приходил домой он когда подходил дому он застёгивался красиво поправлял шляпу заходил улыбался и как-то его ученик спросил почему вы вы так ну как-то готовитесь к тому чтобы зайти дом он говорит у меня же жена дома я должен это большая заповедь радовать жену чтобы был шломбайт я готовлюсь зайти домой выполнить заповедь радовать жену и вот он так подготовился как бы все чтобы зайти в хорошее настроение когда он умер когда она умерла его жена уже они прожили там всю жизнь и было за 80 лет он по закону в шелхонорухе написано что нужно муж должен перед умершей извиниться и он стоял долго думал говорит вы знаете мне незачем перед ней извиняться я ее никогда в жизни не обижал нас не было ни одного в жизни конфликта и так далее мы всегда когда у нас был какой-то спорный момент мы открывали шелхонорух шли кровину советоваться и всегда делали как как надо правильно поступить по торе вдвоем никогда у нас не было конфликтов я ее никогда не обижал потом он постоял еще подумал и говорит нет но я все-таки перед ней извинюсь почему потому что в шелхонорухе написано что надо извиниться то есть раз он всю жизнь жил по вот этой традиции понятное дело что дом был наполнен светом теперь хасидсти нигун дальше он продолжает хасидсти нигун укрепляет надежду и уверенность во всевышнем это вот этот внутренний напев без слов нигун это мелодия без слов которая которая я к сожалению не умею петь эти нигуним у меня со слухом как-то не сложились отношения я могу если с кем то я могу подпеть а вот так вот скажи мне там воспроизведи какую-то мелодию ну одну две три нигуна я не знаю и он говорит хасидсти нигун вот эта мелодия укрепляет надежду и уверенность во всевышнем то есть это высшая форма связи со всевышним выше чем слова выше чем благодарность то есть это такое как как нигун да такая мелодия без слов и приносит радость и переносит дом его жильцов в поток света то есть есть разные разные влияния которые которые вот даже служение всевышнему оно складывается из разных разных влияний и тот кто хочет именно по-настоящему приближаться ко всевышнему он должен использовать все эти влияния все варианты для того чтобы приближаться ко всевышнему хорошо теперь дальше вторая книга обретение неба на земле обретение неба на земле мир место постоянных перемен и беспокойство логично очень мысль потому что действительно все меняется и значит все меняется и это вызывает беспокойство потому что человеку свойственно ждать ну чтобы все было стабильно хорошо она все меняется каждая точка времени отличается от точек до и после тоже очень логичная мысль каждая точка каждый момент каждая секунда отличается от точек до и после каждая точка в пространстве это целый мир со своими условиями и обстоятельствами мир частиц постоянно мчащихся в кажущемся беспорядке взгляните на собственную жизнь вы делаете много вещей без всякой видимой связи между ними тоже логично почему 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 логично потому что многие вещи мы делаем как реакция на действия и слова других людей а так как другие люди они они непредсказуемые да то есть каждый на своей волне то получается что многие мои действия они не связаны друг с другом потому что один человек у меня вызывает у меня реакцию вот такую а другой человек вызывает у меня реакцию другую а когда появляется третий человек неизвестный для меня то он у меня вызывает вообще не я не знаю как я на него отреагирую потому что я в жизни его никогда не видел и не понимаю что он от меня хочет вообще это человек теперь получается что внутренний мир состояние в котором все ваши частицы все аспекты вашего дня движутся в одном направлении если у вас есть цель вы спокойны то есть получается так все вот эти вот внешние непредсказуемые события внешнего мира это как фрагменты которые потом собираются во внутреннем мире но как мне внутренний мир отсортировать и очистить и уравновесить только через цель то есть я беру какой-то фрагмент да и этот фрагмент я называю моя цель и ставлю его как адрес в gps и это тот что я хочу получить я хочу быть спокойным я хочу быть радостным я хочу быть даже это тоже цель каким я хочу быть то есть образ себя и описание себя я хочу быть добрым святым счастливым праведным здоровым это хорошая цель теперь когда есть эта цель следующий вопрос как как я могу это сделать и на этот вопрос как я могу это сделать тогда все вот эти вот разрозненные хаотичные фрагменты которые которые прилетают во внутренний мир из внешнего они тогда как-то сортируются тогда я понимаю вот эти действия для меня действия мысли они для меня годятся а вот эти не годятся вот эти действия для меня ведут меня туда к моей цели эти нет то есть книга обретение неба на земле нам объясняет механизм сегодняшнем уроке как через присутствие цели упорядочить и отсортировать те фрагменты внешнего мира которые залетают нам во внутренний мир вчера у меня был интересный момент я встречался там со своими друзьями и я там сделал какую-то ну вещь ошибку да такая ошибка и я как бы он мне говорит вот ты там сейчас поступил неправильно очень хороший меня есть друг дил петер силова зовут он говорит вот тут ты там чуть-чуть поступил я говорю вот я завис на этом я все время как же мне исправить то есть я к этому вопросу подхожу как как если сделать что-то неправильно надо исправить я где-то через час опять об этом вспоминаю думаю как же мне вот я так неправильно поступил а он говорит слушай отчеты на этом завис это же уже в прошлом это уже проехали то есть нужно ну там излёг урок и забыл вытянул из головы а у меня но все равно вот этот фрагмент он он завис как бы я на нем да то есть очень важно научиться управлять мыслями и мыслями которые крутятся во внутреннем мире и не зависать на непродуктивных мыслях а научиться из них выходить на правильные продуктивные мысли действия состояния и двигаться к целям хорошо теперь дальше 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 у нас осталась недельная глава недельная глава мы продолжаем изучать глава которая называется матод колено да матод и значит как мы вчера прочитали 12 тысяч по тысяче от каждого колена еврея вышли на войну с медианом победили захватили добычу 600 чем-то тысяч только мелкого рогатого скота и там куча всего дополнительного и вот значит бог сказал мошарабейну разделите это пополам половина идет воинам то есть на 12 тысяч человек делится сейчас даже можно посчитать если там было 300 возьмем чтобы легче было считать на 12 разделить 360 тысяч овец разделить на 12 тысяч людей получается что по 10 это 120 по 30 овец на человека отлично воины хорошо заработали ну как хорошо 30 овец да то есть на сейчас правильно посчитал 12 тысяч умножить на 3 это 36 тысяч умножить на 30 360 правильно значит воины получили по 30 овец плюс минус а вторую половину отдали народу израиля всему всему народу значит получается 600 тысяч было мужчин допустим делили 300 тысяч на 600 тысяч пополовцы им досталось до овца на двоих тоже нормально но они в лагере сидели молились тут приходят воины мы победили медианитян вот вам значит отца овца на двоих мужчин в каждой семье появилась по одной овце очень прекрасно и тут как раз сегодня идет как разделили вот эту вторую часть на на народ значит уме михатит бне израэль и половина который отделил маши от добытого воинами значит триста тридцать семь тысяч пятьсот был овец вот точная цифра да и что дальше а было еще ослов 30 тысяч пятьсот это половина и было еще 32 тысячи захвачено пленников это было по 16 тысяч было рабов до которые в то время было принято то есть нам сейчас тяжело понять как это это может быть чтобы вот был у человека раб да но это было то есть это было еще совсем недавно в америки буквально там лет когда рабство отменили даже не помню но лет сто пятьдесят двести лет назад и тот же лев толстой или там алексей толстой они были владели крепостными крестьянами тоже это было практически узаконенное рабство вот теперь значит из вот этого вот скота который был выделен народу израиля половина взяли а значит взяли и отделили левитом два процента в принципе надо десять процентов да в десять процентов надо было дать левитом но почему-то от военной добычи два процента не знаю почему принципе левитом масса р идет то есть очень интересно как поторе как распределяется вот например когда бог дал кому-то деньги как как их распределить и поторе есть то что называется масса р они десятую часть отдают бедным из семилетнего цикла дают по моему два или три года бедным а два года это называется масса р шини второй масса р десятую часть дают левитом это то что левиты служат богу то есть эта часть она переходит как бы в божественное служение до десятая часть это масса р который отдают богу теперь есть еще масса р который отдают бедным десятая часть есть еще масса р то есть отдают год бедным а второй год эти десять процентов Это очень было интересно, удивительно, насколько Тора дает нам правильный подход. Вот этот Масэр Шини нужно было собрать деньги, обменять урожай, например, на деньги, скот на деньги, и идти на Шалош и Ригалим, когда было три праздника, это Песок, Сухот, Шавот, прийти на какой-то из этих праздников в храм, и все эти деньги там потратить на празднование праздника. Собирать тоже, естественно, нужно было обязательно приглашать гостей, бедных, левитов, священников, раввинов и так далее, но нужно было потратить все эти деньги именно в Иерусалиме на празднование. И получается, что вот я обратил внимание, что многие люди, те, кто умеют и любят работать, они не умеют праздновать. Те, кто умеют и любят праздновать, не умеют работать. Очень редко кто умеет и работать, и праздновать. А чтобы уметь и работать, и праздновать, и еще духовным заниматься ростом, десятую часть отдавать на увеличение духовного света и связи со Всевышним в этом мире, это вообще встречается очень редко. Ну, то есть единицы и единицы умеют вот эту вот систему выстроить, которая действительно такая равновесная система. И работать, и праздновать, и служить Всевышнему. То есть это я буквально встречал единицы и единицы таких людей. Хорошо, в общем, распределили все правильно, и тут приходят главы колен, воеводы. Предводители тысяч и предводители сотен. Значит, 12 тысяч пошло на войну, было 12 было у них по тысячников-генералов, и получается 120 по 100 человек, руководителей сотен. Значит, эти менеджеры. И вот они все приходят, 120 человек плюс 12, приходят они к Маше Рабейну, и говорят ему, говорят следующую вещь. «Ва йомру эль Муше», сказали они Муше, «Авадеха насу этрош аншей амилхама ашерби адену вилони вкат мемену иш». Они говорят, мы руководили всем войском. И что? И во время войны не было никого убитого, не было ни одного убитого. Они говорят, это чудо, это вообще просто чудо. Поэтому они говорят, мы хотим принести приношение Богу. «Венокреф эт карбан ашем». Мы лично хотим приблизить. Курбан – это приближение, да, это не просто жертва, это приближение. Мы хотим принести Курбан Богу. Значит, жертву Богу. И каждый принес какие-то золотые сосуды, браслеты, пряжки какие-то. То есть золотые вещи. Для чего? «Лихапер аль навшатэйну лифнэшем». Для того, чтобы искупить наши души перед Богом. Значит, и взял Муше, и Лязар Акуэн, первосвященник, взяли они эти золотые все предметы. И, значит, там идет сколько веса это было и так далее. Значит, «Аншая цава базузу и шло». Это те были, которые, они захватывали эти все золотые украшения, все такое. И принесли они их в шатер и оставили в память. То есть они этим украсили шатер Откровения. Значит, мешкан они украсили. Что мы отсюда видим? Значит, мы отсюда видим интересную вещь. Вот это вот слово «Лихапер аль навшатэйну» «Искупит наши души». Я раньше не понимал. Когда шли к Рэбе, хасиды, да, был такой у них механизм, назывался «Пидьон нефэш». То есть они брали какую-то сумму денег, которую они передавали в Рэбе, которые у Рэбе были фонды. И Рэбе потом, они все распределяли эти фонды. Фонд развития Торы, фонд помощи бедным, фонд помощи старикам, фонд помощи, там, невестам, фонд такой, фонд такой. То есть фонд «Ишив». Рэбе, он был как царь такой, который распределял деньги. И получается, что вот эти воины, которые главы армии, да, которые получили вот это чудо от Всевышнего, никто не погиб. Они сделали дополнительное какое-то действие для того, чтобы искупить свои души. То есть тут есть, мне кажется, такой работает механизм. Когда Всевышний делает для нас чудо, чудо или какой-то большой какой-то такой вот праздник или еще что-то, да, очень важно тут же сохранить баланс. То есть чтобы не было перекоса. Потому что если есть у человека какой-то сильный перекос в сторону плюса, то тогда может прийти уравновешивание в сторону минуса. И тогда нужно перенести, как бы взять этот потенциал, что Всевышний сделал для меня чудо. Нужно об этом рассказать. Нужно прославить, чтобы прославить Всевышнего. Потому что это не я, это Всевышний сделал чудо. Во-первых, это убирает у человека гордость. Он как бы сдувает себя, говорит, секундочку, это Всевышний сделал чудо. Спасибо Всевышнему. Он прославляет. Он как бы говорит, что оно на мне не зависло. Я тут же это передаю дальше. То есть тут же это чудо используется для того, чтобы люди начали больше приблизились к Всевышнему, больше сделали каких-то хороших, добрых дел. И вот это то, что, мне кажется, отсюда мы можем выучить для себя. Когда Всевышний делает для нас чудо, очень важно это отпраздновать, передать людям, сказать спасибо Всевышнему и сделать из этого добро какое-то для других людей. И тогда получается вот этот потенциал, который к нам приходит, мы его правильно сквозь себя пропустили и не оставили на себе никакого, знаете, как труба, которая, если в ней есть пробка, потом пробка вылетает. Мне кажется, что оно так работает. Поэтому мы изучили сегодня этот кусок в Торе, что пришли предводители, сказали, что Бог сделал для нас дополнительное чудо, и мы принесли это приношение. Все, друзья, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня, что Бог сделал для нас чудеса. Мы прославляли Всевышнего, это как смысл вообще воекра, воекра, это и возвал. То есть Бог нам взывает, чтобы мы включились. Вот давайте включимся лучше через чудеса, через добро, через то, что мы сообщаем, что Всевышний сделал для нас какие-то очень хорошие чудеса. Все, удачи всем и успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы для вашего блага. Услышал и выполнил. На иврите это красивее благословление, чтобы наполнит все запросы твоего сердца для твоего добра. Чтобы сердце хотело, оно и так у нас хочет, все что-то хотят, и чтобы Всевышний наполнил наши желания для нашего добра. Удачи, успехов, мне очень приятно, что вы приходите. Я смотрю, те, кто приходят постоянно, каждый день, очень спасибо большое, что вы приходите. Все, удачи, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok